Подача ореха на зерновую машину осуществляется с помощью вонории. После того, как кедровый орех у нас был разделен на фракции, мы отправляем его в пневмотранспортную установку, которая будет осуществлять подачу кедрового ореха. На первый взгляд кедровые орехи перерабатывает один большой аппарат, но на самом деле это множество сложных агрегатов. На одной машине плод сушат, затем на другой дробят, после чего на третий делят на несколько частей. Благодаря многофункциональной технике можно делать абсолютно разную продукцию. Переработать здесь могут до 450 тонн орехов за год. В нами было осуществлено строительство цеха, было осуществлено строительство линии электропередач, строительство трансформаторной подстанции. В апреле 2020 года уже мы заключили соглашение с Министерством сельского хозяйства Иркутской области о предоставлении нам субсидий для развития материально-технической базы. Всю технику, которая стоит около 10 миллионов рублей, купили на министерский грант. Оборудовали цех 12 разными агрегатами. Отдельная гордость даров Сибири – новый фотосепаратор. Он играет роль цензора и на финише, отсеивая брак, оставляет только самые качественные орехи. Благодаря механизму справляться с невероятным количеством плодов могут всего пять сотрудников. В следующем году планируют переработать 150 тонн. Из них будут делать пищевую продукцию, а мульчу, которая останется после производства, будут продавать садоводам, чтобы они хранили в ней ягоду. Для Иркутской области это начало новой истории. Регион планирует стать одним из центров Сибири по переработке дикоросов. Мы видим, что интерес к этому направлению очень серьёзный. Мы понимаем, что соседи-партнёры из Китайской народной республики уже долгие годы заготавливали сырьё и, по сути, у себя перерабатывали и продавали, опять же, в западной части Российской Федерации. Поэтому зачем нам сегодня отдавать прибыль, сливки, другим предприятиям, не нашим, не отечественным. Поэтому нам нужно развивать собственную сырьевую базу, собственную переработку. Прокормить планируют не только Иркутская область и всю Россию. Торговать орехами хотят со странами СНГ, Европы и Китаем. А для расширения производства уже в следующем году хотят открыть второй цех. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин и Олег Шмонин. АСТВ.